так не знаю надо это было снимать или не надо я хотел отдельно по этому триммеру дело в том что есть некоторые нюансы по работе там внутри тросе я имею ввиду по обслуживанию вот сейчас я буду косить последний раз в этом году это только куски не скошенные там такой вот у меня двор запущено это не совсем мой ну ладно это неважно значит я сейчас хочу показать что я хочу сказать вот старая вещь уже изношенная вдоль и поперек в руках побывала в нескольких руках и вот значит проблема завести ребята что я хочу сказать не заводится дергайте дергайте не мучайтесь возьмите просто снимите значит эту крышку сверху ну сейчас в данном случае я говорю вот по этой партнер колибри ну я думаю они почти все одинаковые тем более говорят что эта вещь хускварновская какая-то вот еще небольшая инфа да вот эти вот крышку значит снимаете если нету этого свечного ключа у меня куда-то потерялся сейчас надо просто момент поймал надо быстро все это скосите пассатижами выкрут выкручиваете свечку берете шприц если есть нету прямо из канистрки не забудьте только с маслом размешать капните туда капельку две капельки горючего быстро закручиваете свечку ставите колпак заводите с первого раза не получилось только главное сразу эту крышку не ставьте завели все потарахтело потом можете заглушить поставить спокойно крышку и спокойно работать я сейчас разбирать не буду может быть потом на долгое время на хранение вот это место выкручиваете и туда можно напшикать в дэшки или просто налить какого-нибудь масло хотя бы даже того же чем размешивать но это дорого можете просто налить какого-нибудь автомобильного масла и подвесить его вот в таком состоянии не обязательно обратно скручивать все вместе здесь не трогайте там не надо там можно разобрать так чтобы это не на место не поставить я специалист небольшой моя стезя это техника покрупнее но здесь просто надо этим иногда заниматься это вот такие примитивные вещи которые могут о которых может человек споткнуться и сразу же несут почему-то в ремонт ничего не надо нести ремонт если аккуратненько следить вот в этом месте наматывается особенно смотрите по крапиве на это крапива из нее веревки между прочим делать не волокна в конопля крапива наматывается и все это надо постоянно срезать то что там намоталась вот в этом вот месте уже есть немножко но эта фигня как русик ставить леску и не буду показывать потому что в интернете полно об этом ну вот в общем то и все что я хотел сказать кажется все спасибо вот небольшой перекур еще не закончил но почти хочу показать вот яблоки вот очень много яблок в этом году там вон которая я была не поздняя вообще уже насыпала значит хотел на венчик но я не знаю они падают какие-то уже как у деревья старые сад старый некому смотреть следить я не знаю в общем падают они уже какие-то гнилые то есть они получаются начинают гнить на дереве и потом сыпется вон упала и получается очень огромное количество потери кто-то скажет надо было венчик но они падают какие-то гнилые уже понасыпала куча там еще дальше значит что еще хочу сказать поэтому триммеры значит во первых я вот говорил что не буду показывать как накручивается но я и не буду это показывать что я хочу показать не наматывайте много 8 10 ну 12 мотков на каждую половинку естественно потому что внутри но я не знаю смотря у кого какая леска у меня вот это леска вообще не в магазине было куплено она в сарае завалялась просто когда уже приобрели этот триммер смотрим он ну вот я ее накручиваю значит какие минусы может быть даже и на других лесках тоже самое происходит когда много накручиваешь вот костишь она крутится во первых от самого кручения там она спрессовывается еще наматывается во вторых соки от этих трав налетают туда все это дерьмо и потом очень трудно и и особенно если вы например покосили раз все поставили триммер может ее тоже надо чем-то брызгать вот точно попробую но в этом году это уже последний раз я кашу там еще до кашу в чуть-чуть вдоль того дома того двора и в общем то и все и вот беда такая что залипает на матке и потом когда хотите вытащить не вытаскивается она там склеилась еще один минус вот места где они у них изгиб вот он торчит из этого отверстия усик и вот здесь вот появляется характерная вот такая вот вот видите вот этот вот характерный такой изгиб в этом изгибе если вот вы например долго косили не не удлинная ну там трава была мягкая не было никаких механических повреждений и усик долго держался в этом месте она становится такая хрупкая если вы потом еще и поставили этот триммер на какое-то время отдыхать ну до следующего покоса то как только включили как только крутанули эти места сразу же бац и отламываются ну может быть это с этой леской значит два варианта много не накручивайте и если вдруг начинает отрываться не пугайтесь просто удлините и все ну вот потом сейчас еще закончу все это дело и буду разбирать может еще один кусочек сниму пшикну туда пдшки как ее на консервацию ну вот все закончил чертовой матери соседка правда говорила и папоротники можешь чертовой матери срубить я вон там и так топинамбур скосил и говорит зачем ты топинамбур скосил ну ладно нафиг это надо папоротник пусть будет так что я хочу значит так вот рассоединяем две эти половины они откручиваются элементарно этот сидит здесь и вот на этом на этом барашки закручивается вот я их сейчас открутил сейчас что делаем сейчас сюда ну вот я вот дышка я сейчас полную консервацию делать не буду потому что у нас сейчас пока еще только сентябрь начался какой там сегодня седьмое что ли суббота 14 год 7 и 8 сентября уже вообще не помню не помню вот пока только так обработаю и подвешу значит сюда я натравлю можно щедро щедро можно водашки сюда натравлю желательно вертикальная полность удержать но просто неудобно нормальной видеокамерой со штативом обзавестись потом уже значит и дальше в сарае я подвешу вот это вот так нижнюю нижнюю половину триммера вот в таком положении верхнюю часть триммера вверх тормашками в таком положении при капитальном консервации кроме башки можно ну как делаю башки побрызгаю подвешиваю через несколько дней приду и в таком же положении как они висят туда налью еще какого-нибудь масла так мы делали ну почти так когда еще советское время мотоциклами занимались тросики сцепления тормозов газа все это вываривали в солидоле то есть банки кипятили прямо букву в самом прямом смысле слова кипятили солидол консервной банки на костре и туда бросали тросики и вот они там варились периодически вытащишь подвигаешь его там внутри просит и опять она все закислилась вот что еще вот в этом месте наматывается травка я сейчас у соседа еще немножко покосил но такая трава там как волосы и крапива и конопля да еще пошли по конопле по какой-то прошлись и вдруг начал глохнуть это еще не факт что что-то с двигателем случилось может быть она так намоталась сюда что просто он не в состоянии короче говоря из-за этой помехи двигатель просто глохнет поэтому в первую очередь проверяем если горючее если намотаны вот эти вот волокна как правило там еще и за одной греется аж дым идет от них потому что там все крутится и если это все в порядке горючее есть волосней этой нету и тогда уже конечно же поломка может быть и поглубже ну вот и все капитальный консервацию как мы делали на мотоциклах я не думаю я не делаю как мы свечу выкручивали заливали туда масло прокручивали его потом кикстартером консервация на зиму во первых я в советское время на мопедах и мотоциклах ездил и зимой и летом а если кто этими занимался то это его уже личное дело на этих двигателях я не думаю что это надо во всяком но в любом случае кто этим занимается то можно тогда пойти в магазин и приобрести специальные аэрозоли наверное я так думаю я такой вещи не делал и еще еще один маленький момент было парочку умников задавали вопросы это не так часто случается и все-таки вопрос дурацкий куда масло туда заливать ребята это двухтактный двигатель туда масло не заливать не надо двухтактный двигатель масло заливается в бензин в инструкции все сказано я сейчас у меня масло осталось на чердаке в сарайчике не могу сейчас сказать что там за масло но это все сервисов хотя мне меня язык не особо то и поворачивается сказать что в сервисах вам хорошее посоветую точно так же как и насчет этой лески это все опытным путем ну масло конечно что скажет то и покупайте но в двигатель никуда масло здесь не заливается не мучайтесь я смазываю тросики это используя всякие там в дэшки керосин можете просто туда я вообще первый раз когда у меня закосовала закоксовалась невозможно было провернуть так я туда бензина блин залил моментально вышел через другую сторону и тем самым я промыл тросик но если не запускать все будет довольно таки довольно таки долговечные вещи тем более смотря как вы работаете если вы именно этими зарабатываете и вы каждый день косите тогда да конечно а я говорю я кашу себе там соседям еще там меня где-то там попросят внутри максимум там четыре раза в год по серьезному остальное там по мелочам потому что на самом деле не есть чем заняться ну вот по триммеру пока наверное все если есть вопрос задавайте может даже не и самому интересно будет мыть отдирать его чистить вылизывать языком не обязательно отбили от тряхнули все все спасибо за внимание